Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев. И сегодня я представляю вашему вниманию статистику выступления сборной России на чемпионатах мира по дзюдо с 2009 года по настоящее время. За период с 2009 по 2021 года было проведено 10 чемпионатов мира под эгидой Международной Федерации Дзюдо. Главный тренер сборной команды России, генеральный менеджер с 2009 года по настоящее время Эдсо Гамбо. Тренерский штаб по состоянию на 2021 год состоит из двух главных тренеров, восьми старших тренеров, восьми тренеров, одного специалиста, трех врачей, шести массажистов, одного руководителя комплексной научной группы, двух начальников спортивных команд. В составе команды работают в том числе пять иностранных специалистов, всего 31 человек. Итак, давайте начнем по порядку с 2009 года чемпионат мира в Роттердаме. 97 стран-участников, 538 спортсменов. Тройка лидеров такая. Первое место – Япония, три золотых, одна серебряных, две бронзовых медали. Второе место – Корея, две золотые, три бронзовые медали. Третье место – Франция, две золотые, одна бронзовая медаль. Российская сборная заняла пятую строчку с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями. 2010 год – чемпионат мира в Токио. 112 стран, 847 спортсменов. Тройка лидеров. Первое место – Япония, десять золотых, четыре серебряных, девять бронзовых медалей. Второе место – Франция, две золотые, одна серебряная, три бронзовые медали. Третье место – Корея, одна золотая, одна бронзовая медаль. Российская сборная, на 14 позиции, четыре бронзовые медали. 2011 год – чемпионат мира в Париже. 131 страна, 864 спортсмена. Тройка лидеров. Япония, первое место, пять золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых медали. Второе место – Франция, четыре золотых и одна бронзовая медаль. Третье место – Китай, одна золотая, одна серебряная медаль. И четвертое место у сборной России с одной золотой и тремя бронзовыми медалями. 2013 год – чемпионат мира в Рио-де-Жанейро. 123 страны, 673 участника. Тройка лидеров. Япония, три золотых, одна серебряных, три бронзовых медали. Франция, две золотые, две серебряные, три бронзовые медали. Куба, две золотые медали. И российская сборная, на 17 месте, две бронзовые медали. 2014 год – Челябинск, чемпионат мира. 110 стран, 637 спортсменов. Тройка лидеров. Япония, четыре золотых, две серебряных, три бронзовых медали. Франция, две золотые, одна серебряная, четыре бронзовые медали. Бразилия, одна золотая, одна серебряная, две бронзовые медали. Российская сборная, 11 позиция, две серебряных, шесть бронзовых медалей. 2015 год – Астана. 120 стран, 723 спортсмена. Тройка лидеров. Япония, шесть золотых, четыре серебряных, пять бронзовых медалей. Франция, две золотые, две серебряные, две бронзовые медали. Корея, две золотые и три бронзовые медали. Российская сборная, восьмая позиция, две серебряные медали. 2017 год – Чемпионат мира в Будапеште. 126 стран, 728 спортсменов. Тройка лидеров. Япония, семь золотых, четыре серебряных, одна бронзовая медаль. Франция, две золотые, одна бронзовая медаль. Монголия, одно золото, одно серебро и четыре бронзы. Российская сборная на десятой позиции, одно серебро и три бронзы. 2018 год – Баку. 124 страны, участвовало, 755 спортсменов. Тройка лидеров. Япония, семь золотых, пять серебряных, четыре бронзовых медали. Корея, две золотые, одна бронзовая медаль. Франция, одна золотая, одна серебряная, две бронзовые медали. Российская сборная, девятая позиция, одна серебро и две бронзы. 2019 год. 143 страны, участвовало, 828 спортсменов. Тройка лидеров. Чемпионат мира в Токио проходил в 2019 году. Япония, четыре золотых, шесть серебряных, пять бронзовых медалей. Франция, три золотых, две бронзовые медали. Португалия, одно золотое, одно серебряная медаль. Сборная Россия, десятая позиция, две серебряные медали, одна бронзовая медаль. 2021 год. Чемпионат мира в Будапеште. 118 стран, 661 спортсмен. Тройка лидеров. Япония, пять золотых, четыре серебряных, две бронзовые медали. Грузия, одна золотая, одна серебряная, две бронзовые медали. Испания, одна золотая, одна серебряная, две бронзовые медали. Российская сборная на четвертой позиции, одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали. За период с 2009 по 2021 год безоговорочным лидером в медальном зачете является сборная Японии. Десять раз она занимала первую строчку медального зачета. Далее следует сборная Франции. Она семь раз занимала вторую строчку и два раза третью строчку медального зачета. И замыкает тройку лидеров сборной Кореи, два раза сумевшая занять второе место в медальном зачете и два раза третье место в медальном зачете. Сборная команда России за этот период ни разу не смогла войти в тройку лидеров по полученным медалям. Лучшее достижение два четвертых места в 2011 году в Париже и в 2021 году в Будапеште. Спасибо за внимание. Вы смотрели видеоканал Планета Дзюдо. С вами был Роман Карасьев. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok